ребят еще раз всем огромный привет и запишу для вас обзорщик у меня сейчас есть где-то часик времени поэтому я подумала почему бы и нет посмотрела я видео в луку стявки ну и конечно же заглянула вы мне указали у кокочки на канале да я сначала там кусочек посмотрела что касается подарочков от кристины волонтера барика как она отблагодарила именно дрюльку стявку кокочку за сумасшедшую помощь за огромный такой вклад в реабилитацию барика ребята я уже об этом говорила повторяться не буду и так народ буду теперь я вам задавать вопросы мои дорогие вот чтобы не я сыпала красочными эпитетами а чтобы вы принимали участие и давали определение вот этим особям ситуациям и так поехали хоря такая репанка заросшая блатна я прококу себе снимаю крупным планом а як же красивого человека должно быть много а такой мордельник и да крупным планом показав свои зубы девочки это не кокочкины зубы я вам скажу и буду утверждать на миллион процентов он поставил дорогущие виниры хотя брал и говорил просто выровнял брекетами свои зубы за мои зубы три плоты страны и это не твои зубы что касается искусственных зубов притом поставил две челюсти это видно за тысячу километров просто раньше таких крупных планов не было сейчас это настолько бросается в глаза вот просто гадалки не ходи догадайтесь за чей счет у нас такая красота приобрелайся кто у нас папик кто у нас забашлял дитятку мордочку преобразили да да стал к забарька заплаты в зубы это из последнего девочки это из последнего воно накупляло манекенев манекены накуплял думаю что для чего это воно кому-то они нужны те манекены бизнес вообще-то встал и встал не просто так а як вкопанный народ бизнес не идут от слова абсолютно ну найшлося 300 придурковатых бабок таких як датька недогарка девочки или вот это слова я ловлю знаете рота закрываю вовремя чтобы не дай бог лишнего не ляпнуть ой недогарка ты чокнута на всю свою бошку ну да хрен с тобою и вот это ж таки як надюшка понимаете скупилися сумочки хуюді всякие ну чоловек 300 а все остальное мертвым грузом гори просто кучи лежать в тій кокочкиній комнаті у бабки дрюльки в хаті на ігрені і на вешалки розвішані хобут болочки а ше прийдуть розноцветні так шо запасайтесь доставайте свої гробові дівочки чулки розв'язуйте бо більше ж нема де купить дорогущого такого гамниця так шо в очередь сукины діти ніхто ничо вже не купляє кокочка решив шо це вообще за фигня интернет магазин не катит это не моего ранга дела а открою-ка я настоящий магазин с помещением с арендой кока я тебе там трошечки хочу підказать ты ж не забывайся ты ж не тіка я помещение снять да все оці санітарні норми оці пожарники цих надо купить проплатить ты учитель аренда дизайн реклама внешняя реклама якби це все стоя бабосико дівчатонька ще раз питаю ну така я з першого разу не понимаю до мене не доходе ви мені поясніть за чей счет банкет опять і снова вы вообще на секундочку представляете сколько это все будет стоять какие нужно вложить бабки чтоб кокотьки открыть магазин воно торговать буде ну шо то интернет в интернете не пошло будем магазини торговать бутик зробить дівчата если уж совсем серьезно там правильно в коментарях люди пишут воно дурнувате пишут люди анжеліка на всю голову на всю голову почему думаю я да потому что народ манекен не скуплять серьезно он иру все послухали из запорожья сестричку севкину как она рассказывает ракеты летят взрываются херячат не по-детски оця гребана параша чтобы все там сдохли синем огнем погорели суки просто розрывает от одного воспоминания про кодло это за колючей проволокой про это болото это мои настоящие эмоции войта вообще-то в Украине а воно манекен не скупляет люди собирают манатки спасают свои жизни десь уезжают просто чтобы выжить просто чтобы не погибнуть потому что ира он рассказывает опять четыре человека погибло мирные люди обычные граждане которые так же как и мы с вами ходили по улицам ходили на работу также готовили кушать в своей квартире на кухне также принимали душ одевали пижамку и ложились свою кроватку спать прошел этот день и уже четыре жизни эти суки забрали это ужасно ребята что происходит а цены думку в эту манекен и скупляя вот интересно сявка а где вот та черта за которую это твоя бусинка должна переступить чтобы ты уже наконец-то взорвался придурок а ну так получается твоя мамаша у тебя что с башкой не дружи а лавана разум ниша за тебя потому что она говорит правильные вещи ребят это же надо до такого опуститься стать миллионером на видео с обосранной своей родной матерью до такой степени опуститься чтоб тик токе сам себе бить яйца сырые об голову до такой степени опуститься мужикам губки трубочкой сворачивать заглатывать предметы в горлянку себе имитируя какие-то там отношения с мужиками да это до какой степени опуститься чтобы себя вообще бросить под ноги растоптать сам себя унизить не зря же тебя сяпка называют просто моральным уродом люди и так просто это все говорят дают тебе оценку оценку твоим действиям и там зрители пишут о ребята он як стоять люди миллионеров и кто врачу стоить по 12 часов кто на заводе паша кто языки лучше кто детей воспитывая лекции проводы уроки да и каждый нашел кто учился так и зарабляют люди стаж зарабляют а тут девчонки мать свою показал во всей своей красе как у нее по ногам говно течет и это событие не прошлых дней это вот сегодня и сейчас опять и снова сямка нам с вами показывает шубичку тут разговаривает с ирочкой по телефону которая причитает боже шо ци за женщина божий кей ужас шо ци за женщина про свою мать опять же так она отзывается ну а мамаша ребят я смотрю на эту васильевну в на уже хода як робокоп на изграбная повернуться не может но и я четко понимаю что вот именно она роль не играет у нее нет здоровья у нее тупо просто нет здоровья и башка уже не работает ну хреновенько она выглядит это правда обосрала ноги он обязательно это запечатлел зрителям еще раз показал мамки ци удал и дымы и там внизу вот там рукой давай вот там плохо ты помыла было по засыхало уже хорошо 33 хорошо засыхало значит это не только что не свежие значит с этими ногами обосранными уже по засыхало все девочки вона в кровати кувыркалась а на кухне была и спала не ирочка у нее все так чистенько постелька застелена сказал сяка в адрес своей матушки матушки девочки уже будешь против зрителей играть вместе с мамкой будешь выхвалять и да тут ты орешь говоришь адрес гадостей показываешь крупным планом говно на ногах засохше а ты ты рассказываешь и ковно чистюлька ой так чистенько все так прибрано у нее порядочек везде и ты хочешь сказать что говно на ногах уже даже по засыхало то там запаха немае а сяка совсем ничего не воняет ну вообще да ай трепло ты сраная ловлю тебе каждый раз на брехни ну вертаемся девочки до наших баранев до наших уошники кока собственной персоной приехала навчилася уже ж девочки у самвела с родителями разговаривать отдает им приказание свысока кока вунной кока все знают все упали отжались построили смирно вот так седочек разговаривает с батьками действия происходят в доме на игре не мама мама шо ты тут делаешь мама а шо ты по навешивала мама ага понятно а дивиться сколько мамы костюм и мама чути цей костюм не наденешь на работу мама как же я надевала я уже а чого тоби а усю всю футболку завтра мама на день она каже я надевала я ж не буду ходить в одному и тому самому кожен день кого ты лезешь к ней она женщина она сама разберется она еще не выжила из ума она что не знает что ей надеть какого ты к ней пристал тем более кока мы все прекрасно знаем что ты в этом бизнесе в этих тряпочках моде а ты вообще нихера не разбираешься ты 0 огромный большой 0 у тебя мозгов нету циты сам про себя возомнил и что ты крестов кутюрье и шо мамка должна тебя слухать на и мои 5 шо было 10 облокотился на вешалку девочки такая стойка п-образная на которой света гладила и развешивала на плечиках свои вещи там дрюлькины вещи завалив цю вешалку и тут же лящать кричит на че попечены это говорит боже мой не успели зайти в эту комнату сплошной негатив я смотрю на светку ребят она еле сдерживается она уже до такой степени терпит этот человек у нее уже просто вот здесь вот все подошло и клокочет и я где-то ее понимаю потому что выдержать вот это вот все честно невозможно засунет этот кока везде свой нос куда он не влазит вы понимаете а чё б тебе мама сумочку от не взять святка каже не хочу иметь это ввиду вот та торба красива девочка кто вы а кто я из интернет магазину их не хочет твоя мама ту позорную торбу с такими придурковатими надписями для чего позориться ты идешь по городу и люди на тебе будут пальцами тикать но мне кажется святка вона понимаете что не уместны такие надписи вы хи хи ха ха поржали тут дома в закрытом пространстве а ей выходить в люди в город это же ужас який с девочки она показывает у меня есть сумочки все одна и все вторая ой ребят и он в наглую просто в наглую пошел взял эту сумку черную весна напоминает впереди лето из брызин тухи такой торба с надписью начи клеймо на лобби понимаете влепашилы и печать поставили я дурочка не особо меня критикуете надпись на торбе кто вы а кто я я очень надеюсь что света просто вот чтобы не раздувать скандал бо цей кокаж воно ж може воно ж больно на голову его лучше девочки теки гладить за шерстю бо ця истеричка как начнет вырешать и обеститься не дай бог у него нервный тик ним дергает вечно мы это с вами наблюдали уже не один раз поэтому мама света старается сглаживать углы притащил я эту торбу на мама на а поставь туда и коробочку поставь девочки коробочку в сумку поставь поделись я буду выглядать мама надень на руку она тебе что дрессирована собачка чешутся мама и смотрю на эту свету и думаю интересно сколько у тебя светка еще хватит этого терпения но вот сколько можно послала куда подальше девочки лети бы винные оглядывался ну говнюк ты просто говнюк ты понимаешь это или нет почему он решил что все должны присмыкаться перед сколько бы ты благ не делал своим родителям кока я тебе глаза открою ты все равно сын а они родители и ты на одну ступень ниже но это до коки не доходит точно так же как и до адамяна ты сын ты в ранге детей а дети должны к родителям спеть этом относиться с уважением и как-то немножко ротяку свою прикрывать не позорить своих родителей не унижать их хотя девочки о чем это я гутарю он продался с потрохами ему уже не стыдно вообще ничего весь интернет гудит в ютубе уже шо творится об этих отношениях с танкой что они вытворяют вдвоем как эти родители позор этот терпят это уму просто непостижимо и правы вы зрители те которые писали анжел ладно той дрюль кота леонтьевна они хоть дома сидят им хотя бы не приходится в глаза смотреть людям посторонним чужим имеется ввиду а светка она на работу ходит а значит коллеги кто никто но смотрит эти каналы и их каналы и стягки каналы и все прекрасно понимают вот как этой свете смотреть в глаза своим коллегам не хотела бы я оказаться на ее месте и еще девочки по поводу надьки стакана как вы ее называете я конечно же обязательно скажу человек не понимает шусявка ее унижает уже даже хуже чем свою мать он демонстрирует постоянно ее голосовые сообщения специально зрителям чтобы было побольше гадких комментариев сомбелка сомбелка чуешь сомбелка ой ты в тиктоте ну это вообще ну это вообще сомбелка это вообще это ой сомбелка вы не превзойдете там такие танцы вы такие молодцы какие танцы натика ты себя слышишь вообще какую пургу ты несешь там кривляния самые обычные там нет никакого искусства никто никаким талантом не блистал ничего не демонстрировал там были сплошные кривляния что ты воспеваешь шут и прославляешь дифирамбы ты поешь ему из-за чего ну скажи мне ты совсем дура что ли ну ладно если бы была причина там когда он играет в спектакле или пойдет песню там допустим новая какая-то песня вышла ну хорошо там ты можешь восхищаться хотя бы логично это то твои восхищения заслужил он или нет за такая бабка на 2 его дала ну ок окей хотя бы логично сейчас чем ты восхищаешься вот хотела бы я спросить ребят бабе 62 чески катиначки вона ночами не спить строча голосовые этому стягу ради чего кто мне объяснить мне перчатку перчатку прислала мне уже перчатка я сам велка шоробе а я переживала ой я ж так думала ой сам велка боже как интересно ой сам велка и це придурковатая сам велку раденько шо дурненько а девочки думаю на тике зараз дошло вот когда я вам сейчас говорю об этой надьке о реакции сам велки на надькину лезть и вот эти вот похвалы не заслужены до меня только сейчас дошло так вот как ты хочешь чтобы с тобой люди общались а семён семён так тебя надо все время хвалить заслуженно или не заслуженно чтобы ты не сделал пошел в туалет посрал или яйца об голову разбил или своим вот им корнишоном в туалете и в перед зеркалом потряс и заснял это зрителям и оскорбил их одномоментно надька будет при любом случае девочки нахваливать стяпку а вот это больше плавайте як спалить на сковородке вот от чего ты поплыл но сам вел знаешь если это так и мои догадки верны то я тебе скажу что действительно сейчас без всяких оскорблений тебе нужно показаться психиатру потому что это правда к это немножечко в неврологии нарушение или может быть психиатрии это какие-то отклонения девочки задаю вам вопрос мои дорогие вот вам жизненно необходимо чтобы вас постоянно хвалили чтобы все время звонили чужие люди и рассказывали какая вы фантастическая какая вы охренительная какая вы замечательно 24 часа в сутки включая ночь также знать короба сяпку так вот примеряем ситуацию на себя это же выдержать невозможно это дорыгачки это тошнит он же прекрасно понимает что это неправда что она лицемерит и ему это нравится он этим наслаждается ну шиза косит сяпка однозначно я бы уже забеспокоилась что шоссе воно не так со мной не вентики гвача а бабка конника купила коник без ноги яка чудова им наш кг г 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 а так думаю народ чтобы на дороге грикается пока кока раздерибанит его карту вот вообще спустит все бабло то дети будешь грикать мозги в кучу сгребай и как-то анализируй свои поступки свою жизнь и что вообще с тобой происходит ну и напоследок еще два слова скажу я все-таки девочки правду нема куда девать а чё леся табаны як не защиты цявка а ну-ка ответ нам все вместе шуставы защиту стал шуслить и табай лече мамка уже ходить не может башка уже не соображая ослепла оглохла даже уже сушними аппаратами перекосою было ей вообще на один бик вона оси скоро вообще впаде на ноги ты вечно больный сопли тягаешь хрипота ужасно уже дрыщишь по нос на пан а шо происходит ты не хочешь проанализировать вот последний такой отрезок своей жизни хотя бы последние несколько недель что у тебя происходит в жизнь деньги иссякает сумасшедшей скоростью благодаря колокольчике ну а я к себе конечно кука старая эти девочки стараются как ребят я буду с нетерпением ждать ваших комментариев ну и наверное какие-то ответы на мои вопросы до скорых встреч пока